Добрый день дорогие друзья! С вами Капля и мы продолжаем говорить о христианской зрелости. И сегодня я хотел бы сказать о том, что зрелый христианин всячески избегает осуждения. Он не судит. Я не оговорился, он именно избегает осуждения, даже когда он прав. Я сегодня, знаете, сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые с невероятной легкостью могут осудить как человека, так и церковь. Одна сестра в комментарии к одному из моих постов написала, что церковь сегодня это вавилонская блудница. Не смейте писать церковь с большой буквы. Я написал ей, что я бы на ее месте не стал судить. Ошибки совершают все. На что я получил достаточно гневную тираду, только уже в собственный адрес. И я не стал ей отвечать, потому что сложно общаться с незрелыми людьми, которые по своей сути не знают Бога. Так вот зрелый христианин, он боится суда. Он боится быть человеком, который осуждает. Мы с вами не Бог. Мы не знаем не всех обстоятельств. Мы не знаем, что и каким образом повлияло на те неверные решения людей или церквей, которые сегодня настолько очевидны. И все, кстати, судачат об этом. Зрелый христианин, он не судит. Он пытается помочь, он пытается увидеть причины и попытается предотвратить это в собственной жизни. И, возможно, найдет способ помочь тому, кого сегодня осуждают. Вообще, по большому счету, я уверен, что зрелый христианин, он будет всегда на стороне того, кого бьют. Зрелый христианин, он всегда в позиции защиты, не нападения. Если кого-то осуждают, даже если этот человек не прав, христианин защищает. То же самое сделал наш Господь. Когда Бог начал осуждать мир, Бог судит мир. Иисус пришел на эту землю для того, чтобы защищать. Сегодня Он ходатайствует за нас. Он на небе, Он ходатайствует. Всякий раз, когда мы с вами согрешаем, Он защищает, не осуждает. И мы с вами говорили, что зрелый человек, он ищет быть похожим на Иисуса. Поэтому, когда ты осуждаешь других, когда ты делаешь это, ты должен понимать, что тебе далеко до зрелости. Помните в послании к Иуде? Иуды? Помните послание Иуды, когда он говорит о том, что архангел Михаил, споря с дьяволом о Моисеевом теле, не смел, вот мне нравится это слово, не смел произнести укоризненного суда. Он только сказал, да запретит тебе Господь. Дьявол, который уже осужден, и ангел, архангел Божий, он не смеет осуждать. Вы знаете, это настолько идеальный такой образ зрелости, что хотелось бы как раз на этом и остановиться. Так зрелый христианин, он не смеет судить никого. Редактор субтитров А.Семкин